Лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ Добрый день, уважаемые друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наша долгожданная гостья Да, дорогие друзья! Привет! Кто это за девушка? Что это за голос? Я добралась просто! Наконец-то! И Крамбрери у нас в эфире! Привет, Маринка! Привет, привет! Мы тебя рады безумно! Я тоже вам очень рада! Простите меня, что в очках я не то чтобы стесняюсь с макияжа, но я просто не накрашена сегодня! Ты так прекрасна! Хотелось бы чуть-чуть скрыть свои опавшие уголки глаз, знаешь, гастрольные такие! Ну что, жизнь активная, я смотрю, да? Да, к счастью! Бурная! Безумно счастлива этому, да, очень! Что сейчас? Чем приехала? Расскажи-ка! Ну как вот сегодня, вчера, как последний день? С собой, с душой своей! Это понятно! Ну как вы в настрой? Как обстоят дела? Да, отлично вообще, на самом деле! Мы между гастролями и съемками клипов новых и записью новых песен умудряемся попадать на эфиры, и это безумно круто, что я прочитала книжку по тайм-менеджменту, и теперь умею совмещать много дел одновременно! Класс! Это Астраханский, да, или как его там фамилия-то? Архангельский! Я хуже всего запоминаю фамилию авторов, я недавно на одном из телеканалов рассказывала историю про книгу, которая меня безумно вдохновила, и неправильно назвала фамилию автора, и это я поняла, когда уже пересмотрела эфир, когда заново уже передо мной просто лежала эта книга, и я думаю... Ты будь аккуратна, у тебя такой активный фан-клуб, они, во-первых, разбирают и, видимо, записывают все, что ты говоришь, поэтому если не того автора рассказала, опа, а там книга совсем про другое. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем разговаривать с Марией о футболе, у вас есть возможность... О, наконец-то! У вас есть возможность задать свой музыкальный, хотя, ну, собственно, вопрос, группа ВКонтакте страны FM, так что пишите, пожалуйста, берите пример, вот Вика Чибисова уже тебе написала. Как ты думаешь, может ли продлиться нормальные отношения между подругами после ссор, которые повторяются очень часто? Нет, не могут. Не могут быть. Ну, еще в зависимости, конечно, от возрастной категории, просто мне кажется, если ссоры происходят, значит, в возрастной категории до 20 лет, как правило, и мне кажется, что такую дружбу гораздо проще, быстрее потерять и найти себя более достойного собеседника, с которым вы не будете ругаться, нежели выяснять те отношения и на старых ссорах пытаться построить что-нибудь новое. Твоя фанатка Даша Качелова пишет, правда, на фотографии в Вайбере у нее федук. Что это такое? Ну, простите, ребята, на правду. Ну, смешно. Она тебе пишет тут серия вопросов, один из них интересный. Бывает ли тебе когда-то действительно грустно, и что ты делаешь, чтобы вот это с этой, ну, видимо, ямы эмоциональной выйти? Да, конечно, у меня же грустная песня, я же грустная певица. И на самом деле всегда, если мне грустно, а грустно мне бывает часто, мне вовсе называют девочкой Эмо, и я пишу песни, как правило, поэтому, скорее всего, такое разнообразие у меня. Те, кто знают меня в жизни, знают такую, как оторву, а те, кто знают меня в музыке, знают как лирического персонажа, наверное, больше, чем как девочку оторву. Крайне реже у меня получается танцевальная музыка. Поэтому 100% я грущу, и грущу где-то 80% в своей жизни. Наверное, больше отчасти потому, что я люблю анализировать происходящее. Я не люблю поверхностно воспринимать ни людей, ни ситуации, ничего вообще. То есть за качество, да? Да, для меня все трагедия. Понятно. Я могу даже чужую драму перевожить на себя и переживать ее с такой же силой. Ну, возможно, не с такой же силой, это, наверное, будет лицемерно сказано, но, по крайней мере, смогу ее прочувствовать это 100%. Ром, нам надо с тобой пару историй, несколько историй подкинуть. Началось, да? Песню, песню напишут. Может, счастливую кто-нибудь подкинет? Хорошо. Мы подкинем счастливую. Слушай, вот что пишет еще. Вика, ждем тебя в городе, в Рязани. То есть в Рязани с удовольствием придут на твой концерт. Я бы хотела один раз и на всю свою жизнь сказать, что я с радостью посещу абсолютно любой город, но гастрольный график, точнее перечень городов, зависит не от меня, а от организаторов непосредственно вашего города. И поэтому каждый раз, когда мне говорят, а приедь, пожалуйста, в Казань, я хочу сказать, что это не от меня зависит абсолютно. Рязань, всякие другие города, у меня их директ просто заваленными. Я с радостью всегда езжу на гастроли, я обожаю не только... Я даже не могу это назвать работой, но я обожаю давать концерты. Для меня это самое крутое, что может происходить. Уже так закинули удочку, поговорили про футбол, ну так, что будем про него говорить. Это тоже серия вопросов. Будешь ли ты выступать, ну как-то вот на FIFA фан-зонах, например, в Рабьевград? Я на FIFA фан-фесте выступала в Москве, и насколько я могу не ошибаться, не запутаться в своем графике, 6 июля мы выступаем в Сочи на FIFA фан-фесте тоже. Так что следите. Ну давай, расскажи про футбол. Ты болельщица, смотришь, следишь ли так? Слушайте, я такой болельщик-оптимист просто, короче. Все будет хорошо. Ребята, у всех ничья. У нас был просто прикол, что, ну, на самом деле прикол, то есть никто же не верил в сборную нашей страны. Как это не верил? Мы верили. Нет, ну я в целом говорю, что больше шуток, да, чем правдивых каких-то сообщений. Ну ироник какой-то, да. А мы с прекрасной девушкой Оксаной из нашего офиса говорили, что Россия сыграет 5-0. Да ладно. И будет всем очень весело. И когда Россия сыграла 5-0, ну представьте просто нашу реакцию. Потом перед следующим матчем опять-таки России, я сказала, что будет счет 3-1. И счет был 3-1. И поэтому сегодня все от меня ждут какого-то прогноза, но я пока не готова. А как это? Ты просто сказала, не подумала. Ну как сказать? Ну не знаю, я же подключена к космосу. Все творческие люди подключены к космосу. Скажи, пожалуйста, у тебя следующее включение во сколько? До 17 часов, чтобы нам как-то понять. Да, ну обычно, вот в прошлый раз в 21.00 было начало матча. Вот в 21.00 я сообщила точное число. Значит в 17 часов мы заходим в твой инстаграм, где будет уже написано. Большими цифрами. Я в прошлый раз даже выкладывала скрин на самом деле. Ну вот поэтому я тебе спрашиваю. Да, я не уверена. Просто у меня сегодня вообще очень драматическая ситуация. У меня в 17.00 съемка, а я бы хотела посмотреть футбол. Но заболеть у меня не получилось, поэтому я все равно буду на съемке. Я буду ждать смс. Слушай, мы в принципе можем тебе помочь. Мы можем на 3 часа продлить эфир. Якобы у нас идет 3 часа прямого эфира. Ну что ж, мы же не дружим. Вопрос такой. Что за съемка? У меня сегодня съемка одна очень интересная программа. Не хотелось бы говорить о ней заранее, потому что она монтажная. И выйдет она чуть позже, чем будет проходить съемка. Но мне там правда интересно поучаствовать, потому что я сама смотрю эту программу. А тебе это свойственно заранее не говорить, не рассказывать о планах, что они не исполнятся? Да, да, я никогда не рассказываю. Потому что я реально не сбываюсь? Нет, реально не сбываюсь. Реально начинается что-то потом странное, что-то не совпадает. Это как демку песни покажешь многому количеству людей, и потом демку у тебя не получается. Аранжировка не та, сведение не нравится. Все как-то, все идет мимо. А когда делаешь все втихую, а потом масштабно об этом говоришь, это уже в разу лучше получается. То есть правило, тише едешь, дальше будешь работать. Это про меня. Про тебя. Ну да, каждому свое. Друзья, мы сейчас нашу езду приостановим, тихо сделаем паузу, и потом вернемся. Да, у нас реклама. Останьтесь в компании «Страна.ФМ». Скоро вернемся. Мы продолжаем. После разговора за кадром общение с Мари Крамбрилю потихонечку вливается в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Вы же не думаете, что мы здесь сидим и просто молчим все это время, когда серьезная музыка. Просто этот выход начался с самого такого голоса. Мы озвучиваем мультфильмы за кадром. Я обожаю твою аудиторию, слушаю этот вопрос, и просто один краша другого. Ну я такие банальные не задаю. Давай еще раз повторим. Инстаграм, там есть пост, можно задавать вопросы группы ВКонтакте «Страна.ФМ». И наш ватсап вайбер 909-928-189-9 и смс, если не жалко денег. Так вот, пишет нам девочка. Не знаю, возраст, ничего. Оля, видимо, зовут. Тут, Мари, если бы в твоих венах текла вместо крови музыка, то какая бы это была песня? То я думаю, что я бы не была ни в состоянии писать песни, я бы сама была как трек. Ну вот, может быть, какой-то трек у себя был. Ну, у меня бы было имя в МП-3, а я мечтала бы стать ВАВ, и у меня бы ничего не получалось. И вообще, дай бог полифония была. Да, и дай бог полифония у меня. В венах. Ну, я, знаешь, я терпеть не могу аналогии. Меня, короче, раздражают даже все песни, все текстовики, которые пишут. Я об этом просто часто говорю. Типа, ты подарил мне крылья, и я с тобой летаю. И вот эти вот все такие фразочки, они меня прям выводят. Я очень люблю прямолинейность. Ну, значит, скажи сразу мужчинам, как же правильней тебе признаваться в любви? Никак. Если ты видишь прямолинейность, ну, фанаты приходят, и многие из них говорят про крылья. Просто, нет, про крылья вообще не надо. Я просто могу начать ржать, а я достаточно часто начинаю ржать во время какого-то серьезного диалога. Поэтому признаваясь в нее в любви, нужно учитывать уровень моего сарказма. Сарказма. И понимаешь, что сказать, я тебя люблю, мне гораздо проще, чем попытаться сделать к этому подкаст какой-то. Потому что на подкасте я обрублю где-то уже на середине. На подкасте или на подкате? На подкате, на подкате. Я просто как это, знаешь, путаю. У меня в голове подкаст, просто альбомы, подкасты, еще что-то. Надо не забывать, что у Марии 80% настроения — это грусть составляющая. Да, но очень сложно попасть в состояние, когда я депрессую, потому что в состоянии, когда я депрессую, я не возьму трубку. То есть он сразу такой, так, три секунда. Алло, я тебя люблю. Да отвали-то. Нет, если я уже подниму трубку, значит, нужно понимать, что я настроена на сарказм. Столько правил, там инструкция опять попирует. А лучше, да, лучше этого просто не делать, и все. Вопрос от Даши Качаловой еще раз. Скажи, пожалуйста, планируешь ли записать фит с Лешей, с Виком? Хотелось бы, но я же не говорю о планировании никогда. Леш крутой, мне нравится, все хорошо, очень необычный у него голос, очень необычный у него тембр. Один из немногих мужчин, кому я написала первое, несмотря на то, что год назад, оказывается, писал он мне, но я не ответила. Мне он, к счастью, ответил. Молодец. Приятный. Да, приятный бонус такой. Слушай, вот в прошлый раз, когда ты приходила к нам в гости в утреннюю программу, ты вот как раз рассказывала, что реально обожаешь следить за новичками, смотришь, поддерживаешь даже ребят, которые только-только начинают. Вот сейчас как дела? Продолжаешь отслеживать? Кто-то покорил, может быть, кого-то можно приколовать? Я продолжаю, но не могу сказать, что кто-то покорил. Больше всего меня сейчас не покоряет появившийся псевдо-ЛДжей, появившиеся псевдо-какие-то уже там значимые имена, и очень меня начинает раздражать музыка, похожая друг на друга, и даже более того, очевидно, закошенная под кого-то другого. Очень мне хочется найти какую-то новинку новую, но пока почему-то в моих наушниках ее нет. А как ты думаешь, куда музыка будет двигаться сейчас? Вообще без понятия, знаешь, я никогда не думала, что мы скатимся туда. Тебе бы хотелось куда двигаться? Мы скатимся туда, где мы сейчас никогда не думала я. Может быть, мы сейчас опять в сторону классической пойдем музыки? Было бы неплохо, но не классической, к шансончику бы вернулся. Что делаешь для этого ты, скажем? Я всегда же переживаю за чистоту текстов. На самом деле, как бы я ни относилась к молодому поколению, я, например, считаю, что я могу отвечать за каждый свой текст. Он невыдуманный, он реальный. Прочувствованный такой. Да, и я в нем никогда никого не оскорбляю. Даже песня «Туси сам» — это прямолинейная история про одного человека, показанная в клипе. И на всех своих концертах мы стебем ситуации, связанные с бывшими, и это очень актуально для нашего поколения. Но я не оскорбляю того мужчину, который там был. Но «Туси сам» — это, скорее всего, что-то про Японию, да, у тебя? «Туси сам» про Японию. «Туси сам»? Ну, почти, почти. «Туси сам»? «Туси сам»? Ну, почти про Японию. Слушай, ну, просто на самом деле я чуть по-другому отношусь к своим текстам, к своей музыке. И много таких артистов, которые пишут сейчас крутые текста. Просто наравне с ними много появилось еще тех, кто пишет почему-то очень оскорбительную, унизительную музыку для женщин. Что самое противное, что женщины это подпевают. И еще более противное, наверное, то, что они настолько сильно находятся на вышке, на временной, но все же вышке, что вот этим вот талантливым ребятам с реально крутыми текстами и мелодическими ходами им пока неправильно. А как им пробиться, может, какой-то совет Лэп? Без понятия, а мне как? Да, у тебя нормально все. Нормально все. Не грусти! Да нет, я вообще не грущу на эту тему, на самом деле. Я очень адекватна. У меня огромное количество аудиторий, и она вся моя, она вся целостная. Да пишет это уже, я выбирать вопросы не успеваю. И я кайфую, то есть это у меня все устраивает. Я не хочу ни большего, ни меньшего. И как-то все у меня растет само по себе. Я никогда не думала о том, что дорасту даже до сегодняшнего уровня. Поэтому я и дальше все планки не ставлю. Будет как будет. Люди хотят большего и пишут тебе вопросы. Мы продолжим задавать. Вы там себе пишите. В группе ВКонтакте «Страна.ФМ» закреплен пост. И Инстаграм тоже пишите. Мария Краймбрери в гостях у «Страны.ФМ». Мы скоро вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, вы слушаете и смотрите программу «Лучшее в стране». Мы смотрим на красивые очки Марии Краймбрери. Она у нас в гостях. И разговариваем о разном, о музыке и не только. Да, друзья. Роман Шахов и Лиза Калинина в студии. Мы продолжаем. Очень много вопросов. Мария, к тебе. Даже не знаю, с чего начать. Есть приличные, да. Есть приличных мало. Но такие штуки неодонтипные. Хочешь ли ты детей? Я даже не думаю об этом. У меня, в принципе, по жизни, наверное, очень мало желаний. Так как меня спрашивают, ты хочешь на Евровидение? Я не могу отвечать на такие вопросы. Как можно говорить, хочешь ли ты детей? Если ты не понимаешь даже до конца, ну я, по крайней мере, могу сказать за себя, что я не понимаю даже до конца, как я себя буду чувствовать, когда у меня будет ребенок. Ну то есть могу ли я дать ему то, зачем он, в принципе, пришел в этот мир? Смогу ли я сделать так, чтобы его жизнь протекла в комфорте? Всему свое время. Да, всему свое время. Я думаю, просто так это не происходит. Как со свободным временем? Мне интересуется Валентина. А его нет, но я рада этому. Мне кайфово от того, что я не в свободном времени, потому что мое свободное время — это, опять-таки, работа. То есть я всегда нахожусь в поиске музыки для написания новых песен, стихов, монтажа клипов и так далее. Поэтому все мое свободное время — это работа, но это круто. Давай так, есть ли что-то не связанное с музыкой, с клипами, что-то еще? Чему ты еще посвящаешь свое время? Ну, ролики, не знаю, походы в магазины или что-то еще? Я даже в магазины перестала ходить. Я раньше так любила находить какие-то эксклюзивные вещи, там есть какие-то редкие шоу-румы, а сейчас я просто практически все уже закупаю в интернете. И экономя время. Потому что у меня не хватает тупо на это времени. По поводу магазина, будешь ли ты выпускать свой мерч, спрашивает Даша. Так хотим мы, конечно. Если да, то когда? Все знают, все знают. Я не хочу впаривать людям китайские вещи с переклеенной моей биркой и продавать это от своего имени, как это делают очень многие. Мы даже на наш сольник, когда отшивали футболки мерчевские, мы делали на них, ну, во-первых, мы закупали сами ткань, я сама этот материал выбирала, начнем даже с этого. И я максимально подходила ответственно, мы не наживались на этом огромным количеством денег. Мы это делали все, у нас себестоимость даже выходила больше, чем у многих выходит эта футболка в продаже. Поэтому мне не хочется делать Китай, а нет времени сейчас делать это ответственно, потому что все мое время занято музыкой и новым материалом. Но когда-нибудь бренд Краймбери Фэшн появится, да? Я думаю, назваться он будет не так, но да. Ага, новости ж верно. Краймбери Фэшн, это хорошо. Дизайн там, не фэшн, фэшн же, понимаешь слово? Давай, Ларом, молодец. Так, друзья, есть еще время, пишите. Группа ВКонтакте, страна FM, WhatsApp, Viber, 909-928-189-9. Как пишется сейчас? Время-то нет. Время-то нет. А когда? Да, есть время, ну как, самолеты, самолеты, поезда. Сегодня утром встала, написала новую песню, потом приехала к вам на эфир. А, да? Конечно. Так вот она причина опоздания. Я опоздала, потому что парковалась возле 16-го дома, а не возле 11-го. Не, серьезно, ты встаешь? Да. Такая, ага, их записала. Я сегодня просто проснулась, и мне аранжировщик прислал новые минуса. И я включила эти новые минуса, и такая, да, мое. Такая включила, и сразу все описать. Здорово. Расскажи про взрыв. Про это взрыв. Да, это взрыв. Это взрыв. Очень клевый клип, мне безумно нравится. Режиссер Сергей Грей, в принципе, тот же режиссер, который снимал все мои предыдущие работы. Снимался Артем Пиндюра, участник группы M-Band. Вот, в принципе, самый такой, мне кажется, брутальный мальчик в группе. Он там рэп еще читает. Он там не читает. Ну, почему ты... А, в группе? Ну, в группе. Да, я думал, в моем клипе. Думал, где-то рэп-руто читает. Нет, в группе. Из M-Band просто говоришь? Да, в группе читает рэпчик. Да. Ну, мы давно знакомы, естественно, потому что и с M-Band знакомы, в принципе, давно. И с Кидом как-то мы так всегда парой и фраз обменивались. Ну, мы такие оба, мне кажется, он в своей атмосфере, самый дерзкий, я в своей. И на этом мы сходились все-таки на вечеринках каких-то общих. И когда у нас стал вопрос о поиске актера, у меня не возникало, например, ни одного варианта. И я сразу сказала, давайте Пиндюру позовем. И в офисе сказали, да, крутая идея, давай, конечно. Мы играем в теннис на раздевание в клипе. И у нас все сделано под игру. Я не знаю, как называется эта игра, к сожалению. Мне кажется, Дэнди. Ну, в общем, на Ролан Гороса в следующем году, наверное, уже это будет официальный клип. Поэтому хочется верить, да? Конечно. Хотелось бы. У нас сейчас твоя еще одна работа называется «Она тебе не идет». Ну, это правильно. Конечно. И вот мы сейчас ее смотрим и слушаем. Пускай вся страна знает. Пусть я напомню. Слышь. Вопросы задавайте нашей гости. Время еще есть. А это актер как раз еще из первого клипа «Давай навсегда». И вообще так получилось, что он приехал в студию, короче, вечером к нам. И он, ну, просто просивался, такой, что ты меня в клипы больше не берешь? Я говорю, как раз завтра новое снимать. На слабо взял, в общем, да? А вообще не было сначала парня? Вообще не было актера по сценарию у нас. А, то есть он появился просто? Да, он появился, но случайно. Но вообще сценарий не было. Я очень хотела просто визуализировать ту песню на своих эмоциях. Для меня это был такой прям важный этап в жизни, который я хотела зафиксировать еще и в видео. То есть надо так подходить. Мария, а что ты нас в клипе не снимаешь? Да, да. Мария, а что меня в клипе не снимаешь? Ну, типа так. Скажи, пожалуйста, что такое? Что такое? Насколько круто звучит двигатель того автомобиля, в котором ты снималась? Очень ярко. Притом, я села когда в машину, но она же, как обычно, у ретро-тачек проблемы с акумами, и ее не заводили, пока я сидела. И выкатили просто. Да, и она холодная была, дикая. То есть для тех, кто просто не в теме, у нас в этом клипе был жесткий просто дождь на улице, холод, и я лежу просто в этой куртке, меня трясет, всю съемочную группу трясет, все просто в шапках, в куртках. Я, как обычно, мне вообще не фартит с погодой, то есть мне реально не везет. Мы снимали, мы останемся в городе одни с ЛХ, был чуть ли не минус вообще летом. Мы снимали, вот как раз-таки, она тебе не идет, и просто дождь холодный, все холодное, я попросила ее включить, и когда я попросила ее включить, у меня перестало быть слышно съемочную группу. Приехала полиция, сказали, ребята, выключайте истребительство. Нет, но все равно, ретро-тачки это отдельная любовь. У нас очень много вопросов, давайте, да, обращайтесь в эфире уже. Люди пишут? Мария, шуть, что ли? Хорошо, хоть ничего нецензурного не сказала, ты понимаешь? Она не могла, посмотри на нее, она не могла, конечно. Да я вообще матом не ругаюсь, ну посмотри, это меня в песнях продюсеры заставляют. Ладно. Как ты сдавала на права? Вот тут люди интересуются. Феноменально. И давно ли? Следующий вопрос. Феноменально. Все. Как относишься к деньгам? Были ли периоды, когда их совсем не было? Конечно, я всегда эту историю рассказываю на сцене. Это был период песни «Давай навсегда», когда большая часть страны, наверное, начинала узнавать эту песню, когда меня уже узнавали на улицах, а у меня не было денег, чтобы снять квартиру в Москве. И все в моей жизни шло просто таким огромным комом вниз. И у меня есть песня «Диктофон до радио» в альбоме, где я рассказываю абсолютно реальную историю, что я позвонила маме и сказала, что я возвращаюсь домой. Она сказала, ну, я буду рада, если ты, естественно, прилетишь, но ты себе этого никогда не простишь. И я осталась здесь. Маме спасибо большое. А к деньгам как относишься? К деньгам отношусь. Ну, наверное, я не знаю, какой вопрос, что имеется в виду. Нелегко я к ним отношусь, и нелегко они мне достаются по жизни, и зарабатываю я сама. И поэтому у меня есть определенные какие-то, наверное, этапы в жизни. Я хочу, во-первых, чтобы я могла обеспечить комфорт своей маме. И для меня важно, чтобы моя мама путешествовала, чтобы моя мама видела мир. И делала она это, не ограничивая себя ни в каких мелочах, чтобы она не боялась полететь куда-то, зная, что у нее нет карманных денег. И для меня это, наверное, первая такая цель, самая большая в жизни. А второе, я очень люблю комфорт свой. Но при этом ты не транжиришь просто так. Могу, как, наверное, все бабы, хотя все люди, наверное. Не импульсные покупки. Импульсный поток. Могу иногда спустить прям какую-то, не знаю, хотя, нет, не могу. То есть я просто могу хотеть какую-то вещь, которая очень дорого стоит, и я могу себе ее позволить купить, я ее позволю и куплю. А так, чтобы я прям типа налегке там раскидывалась вот так вот деньгами, нет такого. То есть смотри, если тебя не заводить в торговый центр, все нормально. Но если завели, то все. Нет, даже сейчас, даже в торговом центре я не буду брать всякую чушь. То есть если я хотела очень сильно там сумку LV, я ее возьму. А если я не хочу... Не особо ты ее хотела? А в барах, ресторанах платишь за всех? Плачу за всех. Такая щедрая. Это воспитание. Это дело же не в том, что ты там транжира или не транжира. Я терпеть еще не могу. Знаете, больше всего, что когда сидят люди и считаются там, с тебя 260, с тебя 380, и с тебя там еще столько. То есть мне проще закрыть за всех стол и не смотреть на вот эти вот такие мелкие. Ну в провинции так про москвичей говорят. А в провинции я вела себя точно так же. Ко мне недавно прилетала подруга моя из Украины, и она рассказывала моему нынешнему лучшему другу о том, что сколько помню Краймберли, столько помню, что она всегда за всех платила. То есть я с детства была так воспитана, что либо не иди никуда, либо иди так, чтобы ты мог закрыть счет за всех. У меня папа, наверное, такой. И этим я прям в папу. Я правда, мне иногда проще, даже не проще, а мне приятнее закрыть за всех счет, чем смотреть, как другие достают деньги. И не знаю, с чем это связано. Должна быть родиться мальчика. Красота. Вот с кем надо ходить потусить. Туси сам. Не-не-не. Мы с собой. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Будьте поблизости. Щедрая. Мария Краймберли у нас в эфире. Самая щедрая, нежадная. И все туда же. У нас очень важны новости. Осенью состоится большой сольный концерт. Да, 3 ноября в клубе Red мы будем делать второй большой сольник в Москве. Но учитывая, что к первому у нас подготовка была две недели, а к этому полгода, я надеюсь, что у нас получится показать гораздо более крутой результат, несмотря на то, что и первый прошел тоже успешно. 3 ноября. 3 ноября. Москва. Клуб Red. Клуб Red уже в продаже. Так что, друзья, спишите. Новые и лучшие песни, да? Новые и лучшие. Новые и лучшие песни. Хиты бестселлеры и новинки. Значит, Кристина Благова спросила, когда выйдет клип на песню «Переобулась» или «Палева». Мне бы не хотелось... Ты скажи, хочешь так вот. Мне бы не хотелось говорить, на какую песню мы будем снимать сейчас клип, но съемки у нас будут 27 числа. И я не могу сказать, что это прям будет масштабные съемки. Это будет, скорее всего, чуть-чуть из моей жизни, плюс досъемка. Хотелось бы мне пооткровенничать и показать кадры, снятые на мой телефон, показать их в клипе. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Возможно, это вообще нифига не получится. И мы в итоге снимем полноценный клип. Я не знаю никогда, чем закончится мой завтрашний день. Просто с моим креативом трудно жить. Но надеюсь, по крайней мере, что мы покажем очень крутой результат, и в июле уже покажем новую работу. А на какую песню не скажу. Думайте. Хорошо. Значит, опять же, возвращаясь к концерту, Валерия Коркина спрашивает, «Будешь разыгрывать билеты на сольный концерт в Москве?» Конечно, будем разыгрывать билеты. Попозже, наверное, да? Да, чуть попозже. Все-таки сейчас лето, и концерт аж в ноябре. Поэтому я думаю, что ближе к ноябрю мы уже будем разыгрывать билеты. Декабрь. Вот опять же вопрос. Оля пишет. Вечерний, да, концерт? Вечерний концерт, да. Что это такое? Это 7 декабря у нас в Минске сольник. Мы приехали, вот буквально неделю назад мы приехали с безумно успешного солдаута в Минске, и поэтому мы были на ночном концерте. Поэтому у нас организаторы сразу забили дату на 7 декабря, что мы приехали уже с вечерним концертом. Я безумно этого хочу, потому что... Так, видимо, это те люди, которые были, наверное, на концерте. Я читала тысячу сообщений просто о том, что по возрастной категории люди не проходили в клубы, это раз. И, во-вторых, в принципе, дресс-код был и ограниченная площадка была для Минска. Это была очень маленькая площадка, на самом деле, потому что людей, которые там слушают меня, которые там меня ждали, мы там были первый раз, их было гораздо большее количество. Поэтому, надеюсь, 7 декабря я увижу каждого, кто ждал меня и не увидел в этот раз. Ой, ну хорошо. Ну так приятно. Молодцы. Ребята, ждите 7 и 3 ноября. Все впереди, билеты, главное, покупайте. Или выигрывайте. Или выигрывайте. Или выигрывайте. Ты сама как хочешь на концерты, стараешься выбираться коллегам, тем, кто нравится? Крайне редко. Вообще, прямо у меня не получается. И больше, наверное, какие-то случайные совпадения. Я ходила на концерт Макса Барских, я могу смело в этом признаться. И как? Я, более того, у меня, короче, мало того, что я хотела на концерт, я дико пруссит него. И я хотела на концерт, у него был 25 мая, и мне поставили концерт в Красноярске 25 мая. И я думаю, ну все, это просто провал. И в Красноярске отменяют концерт, переносят его на 11 июня, потому что у них это был опен-эйр, а 25 мая, по прогнозам, был дождь. И они перенесли его на 11 июня, чтобы уже была солнечная погода, и опен-эйр прошел успешно. И я попалась все-таки на этот концерт. Моему счастью просто не было предела. Получила удовольствие. Конечно, очень кайфово. На очереди какой еще концерт? Куда бы еще? У кого там лежать? Не, ну я, конечно, пойду на концерт Ёлки, я, конечно, пойду на концерт Плетневой, я, конечно, пойду на концерт Бурита. Я, естественно, хожу ко всем вельветовским, стараюсь, по крайней мере, это делать. Не всегда у меня получается. Но из артистов другого лейбла даже не могу припомнить, чьи афиши видела, кто бы меня дико заинтересовал. Но я думаю, я их не особо интересую, поэтому у нас все взаимно. Ну вот, сейчас Макс Барских придет к тебе на концерт, он же должен ответочку дать. Ну если бы! Придет, да ладно. Макс, концерт 3 ноября. Давай, сначала на страну ФМ, потом мы контактиками обменяемся, и вот к Марии сходишь. Летом отпуск будет у тебя? Куда-нибудь поедешь? Нет, понял. Все, да, только работаю. Мне продюсер моя такая говорит, давай ты полетишь, отдохнешь неделю. Говорю, не хочу отдыхать. Ну то есть у меня такое, на самом деле... Рабочий режим. Да, рабочий режим. Блин, я не устаю просто. Я не устаю морально. То есть есть такой период в жизни, когда ты устаешь морально. И морально ты устаешь, как правило, у тебя проблемы в семье, проблемы, там, не знаю, с друзьями или с кем-то еще. А у меня... Сейчас все хорошо. У меня все стабильно сейчас в моральном фоне, а есть какие-то там усталости от перелетов, от чего-то еще. То есть такая усталость физическая, которая очень быстро преодолима. И мне бы не хотелось тратить отпуск просто так, чтобы сейчас полететь. Я то есть лучше накоплю все силы, и когда у меня будет какой-то период, когда я захочу отдохнуть морально, и захочу одна посидеть у моря и подумать о чем-то, я использую этот шанс. Умница, твори, твори, мы будем ждать. В общем, она достаточно щедрая. Талантливая и веселая. Талантливая, да, и очень легкая Мария Краймлева. Спасибо тебе огромное. До встречи. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо, пока-пока. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ.